Друзья, здравствуйте! Сегодня 7 мая 2022 год, Харьков. У нас тепло и вовсю цветет сирень. Те кусты сирени, которые я сейчас вам показываю, очень старые. Им больше 40 лет. Почему я это знаю? Да потому что они растут во дворе школы, в которой я училась 10 лет. И когда я была маленькой, а это было ровно 40 лет назад, и я пошла в первый класс, то здесь уже были эти кусты сирени. Рано утром первоклассники, а нас было очень много. Тогда было 9 первых классов, и почти по 40 учеников в каждом классе собирали здесь, в школьном дворе, возле этих кустов сирени. Нас ждала наша учительница. Она нас забирала от наших родителей и вела в класс учиться. Так что эти кусты сирени мои ровесники. Или я их ровесница. Не знаю. Пока я буду показывать вам сирень, немножко расскажу о том, что у нас в городе происходит с нашим городским транспортом. До войны харьковчане пользовались метро, трамваем, троллейбусом и городскими автобусами или маршрутками. Сейчас ни один из этих видов транспорта не функционирует. По городу можно ездить или на своем автомобиле, или на такси. Метро все еще закрыто, потому что там живут люди. Они живут в вагонах. Обустроили себе там мини-квартиры. Спят на сидениях. Рядышком место, где они кушают, где они дыхают. То есть такие как бы мини-квартиры. На платформах людей уже намного меньше. Но тем не менее платформа это место для детских развлечений, для прогулок. Как говорит мэр города Игорь Терехов, метро возможно откроют через полтора-два месяца после окончания войны. То есть это будет очень нескоро. Кстати, метро в Харькове открыли в 1975 году, ко дню города, 23 августа. И с тех пор оно закрывалось только один раз. Когда была пандемия, то метро закрыли, и харьковчане им не пользовались. И сейчас в эти дни войны оно тоже не функционирует как вид транспорта. Еще в Харькове был наш любимый городской трамвай. Трамвай открыли в городе в 1906 году. Это были трамваи электрические. А до этого с 1882 года в Харькове была конка. То есть трамваем уже больше 100 лет. Но сейчас этого вида транспорта в городе нет тоже. Еще в начале войны было уничтожено трамвайное депо, разбиты подстанции и разбиты все трамваи. Их просто развратило на куски. Выбитые стекла, нет пополтрамвая, они вообще не функционируют. Кроме того, что это огромнейший ущерб городу, бюджету города, это еще и крайне неудобно для нас, обычных горожан. Также разбиты и автобусы, и троллейбусы, и многие маршрутки. К сожалению, муниципальный транспорт очень сильно пострадал. И еще одна плохая новость. Сегодня ночью разбомбили музей Григория Сковороды. Музей находился в селе Сковородиновка. Это примерно в части издет Харькова. Это старинная усадьба, в которой доживал свои дни Григорий Сковорода. В этом году должны были праздновать 300 лет со дня рождения этого известного украинского философа, поэта и писателя. И там же находится его могила. Я была в этом музее несколько раз. Мы даже там были с моими иностранными студентами. Им это место очень-очень понравилось. Рядышком возле усадьбы шикарнейший сад, парк. Там растут яблони, там огромнейшие пруды. Место просто уникальное. В музее была очень хорошая коллекция одежды, украинского быта, книги, музыкальные инструменты, Библия. Это был очень хороший музей, посвященный жизни и творчеству этого известного поэта. Ночью попала ракета, загорелся чертак и все здание сгорело полностью. Был ранен охранник, но он остался жив, к счастью, но музея больше нет. Честно говоря, это такой ущерб для нашей культуры, для нашей слабожанщины, что просто нецло от возмущения. Если разрушено обычное здание, многоэтажка, конечно, очень жалко, и людей жалко, и здание жалко, но это не историческая ценность. Это вполне можно отстроить заново. А вот старинная усадьба, в котором были уникальнейшие экспонаты, никогда уже не восстановится, к сожалению. Если говорить о ситуации в Харькове, то последние несколько дней значительно меньше Харькова обстреливают. Конечно, сейчас это ощутимо, и мы намного меньше слышим звуки артиллерийской стрельбы. Но это еще не конец войны. И когда она закончится, конечно, мы этого сказать не можем. А я буду заканчивать мое короткое видео. Желаю всем мира, добра, любви. Будем радоваться весне и вот таким красивым кустам сирени. До скорых встреч! Жду вас на канале Прогулки с Натальей. Продолжение следует...